А что мы здесь увидим? Расскажите нам. Расскажите, там 300 бабочек. 300 бабочек? 300 бабочек. Латвийского производства, отечественного? Нет, нет. Нет? Местного производства, но рождение там, там, там. Не в Латвии? Не в Латвии, да. Единственное, что нельзя их руками трогать бабочек, да. Заходим мы в место, где живут бабочки. О, смотрите, первая же бабочка. Алена. А я пальцем, а не руками. Главное, руками их не трогать. Это самое важное. А на собасел. Ну, конечно. Ника, покорми их морковку. Кажется, лучше морковка. Прикольно то, что бабочки здесь иногда сами подлетают и садятся вот так на тебя, на голову, на руки. И можно вот такую большую бабочку держать долго, как домашнюю. Здесь их столько много, что они могут подлетать, садиться на тебя и меняться каждый раз. Вот какая здоровая бабочка, если сравнить ее с моей рукой. Гигантская. Тоже всего, да? Это мое. Это мое. Здесь можно посмотреть инкубатор, как эти бабочки здесь выводятся и рождаются. Кто-то из них рожден прямо здесь, в инкубаторе, видите? Прямо глядно. Ну и можно посмотреть самую большую пиранью в Прибалтике. Она тоже здесь плавает. Тоже тропическая рыбка. Нравится здесь? Это инкубатор, как они рождаются. Вот она тут и родилась, эта бабочка, видишь? Тоже прикольно. Этот аттракцион появился здесь два года назад. И без него, конечно же, второе-то было скучно. Потому что второе-то вкладывает большое количество средств в развитие туризма. И если кто-то приезжал сюда три года назад и сейчас, то разница действительно в разы. Хороший пример того, что деньги действительно полученные здесь на месте, вкладываются и развиваются. Такого аттракциона здесь не хватало. И для того, чтобы пополнить свою линейку эмоций, приехав в национальный парк, это прикольно. Пускай он небольшой, но все-таки имеет место быть. Сейчас посмотрим с высоты птичьего полета, как он выглядит. Здесь также есть попугайчики, канарейки и птицы-калилии, которых очень сложно сейчас увидеть. Вышли мы из этого заведения, где производят бабочек. На детей произвело шикарное впечатление. На меня произвело впечатление стоянка. Все культурно, все огорожено, все идеально. Что интересно, здесь, ну сколько, три огромных паркинга. Поэтому здесь, наверное, вместимость в несколько тысяч машин обеспечена. И, соответственно, это хороший уровень комфорта, которого не было пять лет назад. Но благодаря инвестициям из Евросоюза в том числе, здесь все работает. Смотрим, как все красиво, как с альбинками. Так, бабочек посетили. Идем гулять по лесу. Каждый раз, когда сюда приезжаешь, это новое путешествие. И все это по-новому. То есть то, что сегодня я покажу, это не значит, что здесь так каждый день. Здесь приезжаешь в субботу это одно, в понедельник это другое, в среду это третье. И второе-то, я не знаю уже сколько, сотен раз приезжаю. И дважды одинаковых приключений здесь никогда не бывает. Так, надо отдать им должное. Очень много вот таких стендов, повествующих о том, что здесь можно. И хлеб здесь можно выпить. И виноградик с вином здесь можно своим попробовать. И об истории, и на рыбалочку, и просто пейзажами сладиться. И таких стендов, как можем видеть, немерено. То есть насчитал я их здесь порядка несколько сотен штук, это точно. Вот здесь на вскидку только 20 с чем-то стендов. Видно, да? Раз, два, и вам вошли. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот есть Торецкое водохранилище. И соответственно, что посмотреть. Смотрите, какой шикарный мостик. От парковки сделали вот в таком японском стиле интересный мостик. Для того, чтобы люди, особенно колясочники и люди с колясками, не мучились и не переходили дорогу в опасном месте. Переходим на мостик. Очень важный момент, что здесь создана неплохая инфраструктура. То есть есть туалет, ряд кафе тематических, где действительно вся кухня эксклюзивная. И как мы видели цены, скажем, бутылочка вина стоит 8 евро, какая-то выпечка стоит 1,5-2 евро, то есть за полкилограмма примерно. И все мясные деликатесы в районе 6 евро за килограмм. По европейским меркам это безумно дешево. И поэтому по сегодняшний момент мы заплатили за семейный вход, а это за 5 человек 11 евро. За посещение бабочек мы заплатили 10 евро. Итого пока прайс у нас 21 евро за полдня. В принципе, это все расходы, если мы не будем тратиться на питание и на развлекуху. Но бесплатной развлекухи, к слову сказать, здесь безумно много. То есть эти расходы могут быть окончательные. Но мы хотим хорошо отдохнуть, поэтому они, предполагаю, увеличатся. Сейчас мы попадаем в лес с гномиками. Эта территория официально является государством гномов. И здесь действуют свои законы, в которые мы попытаемся вписаться. Традиционно перед лесом гномиков есть вот такое место, где все необычайные грибочки растут. Но мы попробуем в этом видео не показывать то, что мы делали в других видео. То есть это все безусловно интересно. Но поскольку каждый раз ты, находясь в Тервитте, попадаешь в новые интересные места, то это уже третий ролик от Тервитте. Поэтому мы попытаемся снимать именно о том, чего не было в предыдущих. Что было поинтереснее. Если у вас нет возможности попасть в Тервитте, то, по крайней мере, на видеороликах визуально вы можете видеть разные варианты отдыха. Сейчас можем видеть, как проезжает экологически чистый паровозик, которым они очень гордятся. Смотрите, как он выглядит. Канадский такой паровоз. Очень рекомендую туристам, которые сюда приехали буквально на сутки и все не увидят. Вот такая обзорная экскурсия на паровозе, она интересна. Составляет она порядка 6 евро человека. Ну, раньше мы здесь уже были, показывали здесь офис гномиков. Офигенное место. Особенно, когда сюда зимой приходишь, здесь горят печи, камины. Можно попить бесплатно горячего чая и с гномиками побеседовать. На территории можно взять мороженое, средняя цена евро-евро 20. Ну, и перекусить булочками, пиццами, тоже стоимость 1,5-2 евро. Музыка. Пол вес. Зимой здесь горит огонёк и бесплатно угощают из чугунка всех чаем. А летом здесь развлекают таким образом. Ну то есть здесь можно покушать и можно развлечиться. Здесь есть мастерская, здесь гномики в данный момент они покинули эту территорию, пошли в лес за деревом, а мастерская им осталась. И люди заходят и смотрят, смотрите, гномики мастерят, например, вот такие замечательные скворечники, вот стругают здесь, делают всякие подделки, у них есть даже станок, есть набор инструментов, которые уже давно потеряны и в магазине их не купить. Кстати, интересные инструменты. Редкие инструменты. Ой, гномик пришел. Ну и что здесь гномик мастерит? Ну, нам здесь мастерской. Да. Мы делаем все такие вещи из дерева. И сегодня мы сделаем вот этот. Ревел страдаем. Рубанком работаем. Ага. Понятно. Мы не умеем этим работать. Да. Ну, я сегодня уже работаю. Это не касается, как блюдо. Ага. Гномики, вы только наблюдаете сегодня? Ну, нет. 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 Это очень интересно. Хочу заметить, это очень интересно организован парк, то есть мы прошли буквально 500 метров, нарвались вот на такую интересную достопримечательность, дорожки посмотрите какие, это лес, это реальная резервация, это заповедник, но дорожки оборудованы таким образом, что вы можете с колясочниками и с детскими колясками здесь гулять, на каблуках тоже здесь можно, и это все по лесу, а лес вычищен настолько, что, разумеется, нет разговора здесь о каких-то клещей или вредоносных насекомых. Здесь попадаются животные, могут вам перебивать дорогу, но они безопасны, это будут бобры, косули, зайцы и не более того. 500 метров прошли, поразвлекали детей, перекусили, двигаемся дальше, через 500 метров новая достопримечательность, и так это чередуется на много-много десятках километров, и сколько вы выдержите, столько выдержите, но нет такого турица, который за один день цвета сможет обойти. Стоимость номинальная 11 евро, если не покупать дополнительных опций. Пока по сегодняшней минуте мы истратили 25 евро, вместе с едой, мороженым. Если кто не знает, то Латвия считается самой зеленой страной Евросоюза, и есть приколы у нас, которых нет ни у кого. Ты просто пошел семью погулять, и когда идешь по лесу, здесь не бьет чайная такая, скажем, фауна. То есть есть можжевеловые леса, и в сочетании с мягким морским воздухом, это такой пьянящий аромат. Вот такого соцветия букетов вы никогда не увидите. То есть есть специальные болезни, специальные программы, которые лечатся фитотерапией. И вот многие сюда приезжают, особенно ребята из Москвы, из Питера, которые живут и дышат этим отравленным воздухом, которым вообще нельзя в этой среде находиться, не то что с детьми. Очень много здесь можно увидеть известности, знаменитостей из российской эстрады политиков, которые именно с детьми приезжают сюда пожить на 6-7 месяцев. Вот именно ценность здесь, в Латвии, это воздух. Наверное, самое большое наше состояние. Я много где путешествовал, но вот такого вы точно не увидите. Только я буду обратить на это внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть здесь такая интересная вышка. За евро можно подняться и посмотреть над кронами деревьев абсолютно на все. В предыдущих видео мы показывали тропу над кронами деревьев. Она сделана примерно по такому формату. И точно такие же вышки существуют в Юрмуре и в Колке. Интересная вышка тем, кто любит какого-то такого остренького ощущения. Постоять выше, чем кроны деревьев и посмотреть на округу. Но мы поднимались в прошлый раз на эту выцелевку, Поэтому в этот раз видео обзора не сделаем. А ссылочка в описании приложена. Можете зайти поподробнее, посмотреть вообще о маршрутах по этому месту. Субтитры создавал DimaTorzok Это новый городок, который сделали относительно недавно. Точнее, он еще не доделан. То есть не освоили еще еврофонды. И здесь делают новые домики. По-моему, Нурфика как они называются. То есть это не совсем гномики. Это из другой сказки уже, ребята. Но посмотрите на качество и уровень подготовки. Трава искусственная. Потому что мы находимся в лесу. Чтобы не получилось, что здесь в какие-то клещи еще кто-то каким-то образом оказалось. Все тропинки оборудованы. И внутри выглядит так. Вот такая бочечка. И домик, в который можно зайти. Сейчас закрыта. Водонапорная башня. Домик, где живут маленькие гномики. Сюда входят только дети. Пахнет таким необычным маслом просто. Офигенный запах. Взрослым сюда вход запрещен. К сожалению, по габаритам. Значит, этот поселочек медленно, но верно растет последовательно. То есть мы сюда его посещаем. Тратим свои денежки. И на эти денежки постепенно один мастер все это потихонечку. Или там группа мастеров делает. И это чувствуется с каждым приездом. Ты видишь, что что-то происходит больше, больше, больше. Это заставляет тебя сюда приезжать. Потому что в каждой новой экскурсии ты видишь здесь что-то новое. Чего не видел для этого раньше. И это нравится и детям, и соответственно взрослым. Мастер-класс. Мастер-класс. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Двигаемся в кафе Добавил субтитры DimaTorzok 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 все включено то есть это питание щедрое и вкусное и комфортное посещение комфортных мест то есть местам где вы не будете себе ни в чем отказывать ну что ж на этом наше короткое путешествие именно семейное путешествие выходного дня заканчивается и в этом коротком видео мы пытались показать вам красоты латвии это очень замечательная позитивная страна и мне хотелось бы вас пригласить в гости если вы приедете непременно посоветуйте со мной что здесь посетить потому что я бы вам показал ряд не туристических маршрутов которые непременно надо посетить чтобы прочувствовать что такое латвия латвия это самая позитивная страна евросоюза самое экологически чистая и зеленая и здесь очень развит именно экотуризм то есть семейный туризм по природным местам заповедникам и заказникам здесь говорят на вашем языке и здесь действительно недорого настолько недорого что это одна из дешевых стран евросоюза к тому же поэтому я бы рекомендовал эту страну для посещения и если у вас будет какой и вопросы с удовольствием отвечу на на сегодня это все всем пока а 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